С момента выхода легендарной Beyond Gooden Evil прошло уже 14 лет. На протяжении всего этого времени фанатская база игры постоянно увеличивалась, и рьяно требовала от Ubisoft продолжения. И вот мольбы фанатов были услышанным, и несколько лет назад мы увидели первый тизер-трейлер новой части. Однако радость была недолгой, так как новостей об игре не было еще очень долго. И лишь на прошедшей E3 2017 Мишель Ансель, не сдерживая скупых мужских слез счастья, со сцены объявил, что Beyond Gooden Evil 2 точно появится у нас на экранах. И по его заверениям и обещаниям, а также по трейлеру, это действительно будет нечто. Поэтому я решил вспомнить о приключениях зеленоглазой репортерши Джейд, и рассказать вам, почему анонс продолжения легендарной Beyond Gooden Evil – это действительно важное событие. На первый взгляд, творение Мишеля Анселя, Beyond Gooden Evil, никак не может стать интересным для взрослой аудитории. Пестрые цвета, антропоморфные милые звери и карикатурные тела персонажей. Но в этом-то и фишка. Если вы и вправду решите, что Между Добром и Злом – это игра для детей от 8 лет, то она действительно сможет ошаражить вас так, как ни один другой проект. Каждой минутой, проведенной в игре, вы будете все глубже проникаться планетой Хилии и ее проблемами. Планету давно атакуют злобные пришельцы под названием Дунц, уничтожающие города и похищающие людей. С захватчиками борется корпус Альфа. И несмотря на то, что по их заверениям победа уже близка, атаки пришельцев регулярно продолжаются. Главная героиня, Джейд, вместе со своим свинодядей Пейджем, содержит приют для детей, чьи родители погибли при атаках Дунц. И во время очередного вторжения у приюта не срабатывает защитное поле, из-за задолженности по электроэнергии. Трудом отразив атаку и защитив детей, Джейд решает заняться фотографией животных для научного центра, чтобы иметь хоть какие-то деньги. В этот момент к Джейд попадает диск от некоего господина Костылака, который просит Джейд сфотографировать одну из особи думц на дне шахты. Как позже оказалось, это задание выдала подпольная группа Ирис, как проверку способностей Джейд. Ирис подозревает, что корпус Альфа вовсе не защищает народ от пришельцев, а наоборот, помогает им. Они выпускают газету с доказательствами гнусных действий корпуса Альфа, но большого эффекта это не дает, поскольку корпус подмял под себя все официальные СМИ планеты и регулярно пускает по ним свою пропаганду, промывая народу мозги. Джейд нужна Ирису как оперативный агент, который будет собирать компромат на корпус Альфа. Вскоре оказывается, что корпус сотрудничает с инопланетянами напрямую, отправляя жителей планеты в контейнерах прямо на Луну. Узнав, что передатчик данных находится там же, на Луне, Джейд и компания отправляются туда, передают данные о предательстве корпуса Альфа и поднимают восстание. А вот дальше начинается самое интересное, но спойлить я вам не буду, сами лучше пройдите эту игру. Сюжет был одним из тех крючков, который ловил взрослую аудиторию. Несмотря на то, что история была подана довольно просто, с предсказуемыми злодеями, простыми, но запоминающимися персонажами и твистами, этот интересный подтекст на тему использования информации как оружие, которое может оболванить человечество и свести его в могилу, сумело сделать эту игру уникальной и незабываемой. В 2003 году эта тема еще не была актуальной и не мусолилась массами, и так оказалось, что игра в детской обертке поднимала достаточно серьезную тему и давала корм для раздумий. Еще одной особенностью игры была неопределенность жанра. Beyond Good and Evil старается внести как можно больше разнообразия в геймплей. Вот мы играли в типичную адвенчуру, били посох врагов, а через некоторое время нам предлагают прятаться за коробками и не шуметь. А вот тут нужно решить ряд незамысловатых головоломок. А вот здесь нас сажают на ховеркрафт, и мы отправляемся расстреливать инопланетян или гоняться с другими лодками по кольцевым трассам. Ни одна из этих геймплейных механик не представляет из себя чего-то новаторского. Наоборот, все очень упрощенно и незатейливо. Гонки на ховеркрафтах не вызывают желание требовать у разработчиков отдельную игру про них. В стелсе враги ходят по очевидным маршрутам, и прятки от них не вызывают никаких сложностей, а сражения походят на архемовского Бэтмена. Только тут реакции решает больше, чем умение быстро жать на кнопку. Но благодаря тому, что все механики очень быстро сменяют друг друга, они не успевают наскучить. В заданиях нас почти всегда сопровождают напарники, с помощью которых решаются загадки и происходят суперудары. Ну и которые, естественно, являются источниками неплохих шуток. Все вышеперечисленное в совокупности рождало настоящую магию. Beyond Gooden Evil была доброй, наивной, несерьезной и при этом умной и очень разнообразной игрой. Влюбиться в нее очень просто, но всю ее прелесть на словах никак не объяснить. Между добром и злом – это одна из тех игр, в которые лучше один раз поиграть, чтобы понять, что же в ней такого потрясного. Единственный большой минус – это концовка. Beyond Gooden Evil заканчивалась на интригующей ноте. Мишель Ансель планировал целую трилогию, но продажи оригинала оставляли желать лучшего. Поэтому Юбисофт закрыла дверь к сиквелам, и история, казалось бы, так и останется недосказанной. Но фанаты так не думали. С каждым годом их становилось все больше. Весть о том, что есть такая восхитительная игра, как Beyond Gooden Evil, разносилась по всему миру. Люди требовали продолжения. И вот, после многих лет ожидания, нам дали понять, что продолжение все-таки будет. Два коротких тизер-трейлера мало что сказали, кроме того, что нас ждут знакомые персонажи, а атмосфера игры уйдет от мультяшности в сторону большего реализма и серьезности. Но после показа тизеров на информационном фронте стало совсем тихо. Никаких новостей, даже мелких и незначительных, не было, и фанатам снова пришлось ждать несколько лет. И вот, в этом году нам официально анонсировали Beyond Gooden Evil 2. Ансель показал сногсшибательный трейлер и выкатил тонну информации. И, судя по ней, нас ждет одна из самых оригинальных игр последних десяти лет. Сюжетная игра не будет продолжать историю оригинала, а расскажет, что было раньше. Действие игры происходит за поколение до появления Джейд. Играть мы будем за космических пиратов с присущей романтикой, абордажей и лихих приключений сорвиголов. История станет серьезнее, но не без присущего серии юмора. Нам расскажут, как появились гибриды, человекоподобные звери, как их использовали в качестве рабов и как они боролись за свою независимость. Можно предположить, что, скорее всего, основная тема игры будет посвящена проблемам расизма, терпимости и отношения между различными социальными группами. Главного героя мы будем создавать сами, с нуля, а напарники будут присоединяться по ходу сюжета. Видимо, каждый раз у нас будут разные подопечные, так как обещана свобода выбора в сюжетных миссиях. Фотоаппарат, один из символов серии, останется. С помощью него можно будет открывать новые диалоговые ветки или просто показывать персонажам нужные объекты. Поначалу у вас будет либо маленькое судно, либо его не будет вовсе. И только со временем, когда вы подкопите влияние и денег, вы сможете получить свой Матер Шеп, который вы вольны улучшать и в котором можно будет держать корабли поменьше. Ну а также у нас будет свой Джет Фа. Самые интересные обещания связаны с экосистемой игры. Нам будет доступен большой сектор космоса, где все движения космических тел будут просчитываться в реальном времени. А также множество планет, открытых для исследования. На них будет как дикая местность, так и города. Они, в свою очередь, смогут расширяться, сливаться с другими городами или быть полностью разрушенными. Например, метеоритным дождем, который оставляет кратеры на поверхности и также просчитывается в реальном времени. Разные планеты будут различаться по архитектуре и стилю. Обещано также, что мы увидим, как Индия и Китай колонизируют космос. Возможно, мы сможем стать свидетелем военных действий между нациями, ведь неигровые персонажи будут независимы от действий игрока и будут заниматься своими делами. И все это будет максимально детализированным, как обещает нам Мишель. Кажется, что эта игра станет новым качественным прорывом в видеоигровой индустрии, подарив нам в век графоне нечто большее, чем 4К-текстуры. Разнообразие. Однако, судя по всему, релиз состоится через несколько лет, так что напасемся терпения. Ради такого точно можно подождать. Ну а как вы думаете, сдержит ли Ансель свои обещания и подарит ли нам по-настоящему инновационную игру? Или же он пошел по стопам Питера Мулинье? Пишите свои ответы в комментариях и не забывайте ставить свои царские альфа-лайки, если вам понравилось это видео. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видеоигровое видео. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Катакрафт. Мы режем не только кино. Субтитры сделал DimaTorzok